Решение стать спасателем Игорь Владимирович принял именно в горах. Его мама была инструктором по альпинизму, а семья жила в Ташкенте, совсем рядом со знаменитыми хребтами Тяньшаня. В горных походах прошло все его детство. И однажды группа школьников помогла спасти человека. Вот тогда Акмаев и понял, кем хочет стать. Помогли людям дотащить пострадавшего в самодельных носилках, которые были сделаны на скорую руку из подвижных средств, и вытащить его на перевал, там его уже подобрали профессиональные спасатели. В книжке альпиниста первая благодарность за спасение появилась в 89-м. Игорь Акмаев вызволял туристов, попавших в лавину. С тех пор на счету профессионала участие более чем в 200 спасательных операциях. Почти под облаками, в лесах и под водой. Самые легкие водолазные блоки. Легкие сколько? Килограмм в два? Попробуй. Килограмма три, наверное. В водолазное подразделение отряда «Центр спас» Игорь Акмаев пришел 6 лет назад. Сегодня уже заместитель начальника поисково-спасательной службы. Вместе с коллегами участвовал в тушении лесных пожаров летом 2010-го. Эвакуировал жителей из затопленного Крымска летом 2012-го. В августе этого года он руководил спасательными работами, которые отряд вел в Амурской области. Командировка длилась почти два месяца. За это время удалось вывезти из зоны затопления около 2000 человек. Эвакуировали в первую очередь больных людей, которые проживали в этих населенных пунктах. Многодетные семьи эвакуировали, причем по несколько раз, потому что дожди прекращались. Как только вода уходила, люди сразу все бросали. И из этих пунктов временного размещения мы их обратно отвозили всех обратно в свои дома. Мысли о доме придают сил и спасателям. Игорь Акмаев уверен, какой бы трудной ни была командировка, если в семье ждут любые задачи по плечу. Елена Никазакова, Екатерина Бобровская, Алексей Терешкин, Жуковский, Новости Подмосковья.